Продолжение следует... 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 Людям лень писать все буквы между i и n, поэтому пишут и 18n И то же самое localization Ну, тут вроде бы можно было написать слово localization Но не все знают, какая там буква в конце, посерединке То ли z, то ли s И поэтому на всякий случай тоже сокращают и пишут вот так Там вроде бы буква z, но я увидел слово localization через букву s И мы его сегодня увидим, кстати Удивительно, как режет глаз Но в какой-то языковой традиции это так Кажется, в американской Интернационализация Это подготовка вашего программного продукта К возможности использовать его в различных культурных и языковых средах То есть А вот мне человек говорит, что наоборот Это британский localization через s А в американском localization через z Это, кстати, похоже на правду Потому что, разумеется, мы всю компьютерную терминологию знаем в основном американскую Вот Значит Ваш исходный код вашего программного продукта И, кстати, не только исходный код Вообще все, что входит в понятие вашего программного продукта Должно быть приведено в такое состояние Чтобы оно работало в другой стране На другом языке В другой культурной среде Вот это все А, соответственно, локализация Это как раз адаптация культурных и языковых предпочтений Внутри вашего программного продукта Даже в составе самого программного продукта На самом деле Полноценная масштабная локализация Это довольно разнообразный процесс То, чем мы будем заниматься сегодня Это первая строчка Вот это вы все безобразие Первая Потому что мы будем переводить сообщения И вообще выводимые демонстрируемые тексты В нашем программном продукте Ничего больше не успеем Но А, нет Еще множественные словоформы Но На самом деле Есть еще и Более хитрые штуки Когда, например, вам нужно что-то склонять Да? Менять словоформы Ну, со склонением все вообще плоховато Вот Ибо есть множество исключений Непонятно, как их указывать Ну, не подержу указывать Во всем тексте явно Да? Вот А вот с множественными формами Да? Это мы очень часто встречаемся Введите, пожалуйста Там Один слово Да? Вот у людей, которые не умеют Во что они не умеют? Плюрелс Вот В множественное число Да? При локализации Они пишут Введите, пожалуйста Процент D Слова А дальше одно слово Два слова Пять слова Ну, вот Один слов Два слов Вот это все Вот Значит Словоформы Но Дальше начинается то Чем мы заниматься не будем И мы заниматься не будем Вот этим всем Потому что В локализацию Входят так же Оформление, например Интерфейсных элементов Потому что Бывает справа налево Шрифт А бывает и слева направо Ну, например, героглифические Там другие правила Другие парабельчики Некто острит, что у нас аудитория полная студентов Да Полным-полно Управляющие клавиши Например, да Вот Всякие Ctrl-V, Ctrl-C А помните Раньше было модно их тоже переводить Нажмите Ctrl-G Или что-нибудь такое Вот Изображения С изображениями Все достаточно Серьезно Потому что Ну, во-первых Ну, кого не бесит Когда вы видите В какой-нибудь приложеньке Значит Какой-нибудь Знак Дорожный Который обозначает Ну, не знаю Разветвление Или что-нибудь такое Но этот знак Ну, допустим Американский В американских дорожных знаках Очень модно писать На желтом фоне Что происходит Вот И это Никому Даже европеецу Ни уму, ни сердцу Ничего не говорит Потому что Ну, какая-то Желтая табличка С какой-то написью Вот Бывает и хуже Например, есть Культурное сообщество Где вот такой жест Да Равен вот такому жесту Ну, вот Нельзя тогда Вот это Вот нельзя Можно вот так сделать Например Вот Это все надо тоже Иметь в виду Другие параметры Чувствительные к локали Смотрите О, часики Традиционно Оттаскиваем часики Другие параметры Чувствительные к локали Их довольно много На самом-то деле Мы, кажется Где-то эту команду Запускали Давайте еще раз ее запустим Потому что Это сегодня Имеет прямое отношение К нашему разговору Да Как видите У локали То есть У Страноязыковой Атрибуции Есть много параметров Не только ЛСМ-месседжес Которым мы будем С вами заниматься Сегодня Но и, например Формат бумаги Формат адреса Формат телефона Набор символов Которые считаются При сортировке Одинаковыми Одним символом Например АЕ в латыни Формат времени Где-то тут Деньги были Да Дат в тайм Вот Где-то тут Было каренси Не вижу упор Нету Монета А то есть У вас У некоторых Доллар с одной стороны Пишется У некоторых с другой Короче Вот это все Вообще говоря Тоже требует перевод Кстати сказать Вот это все Кажется Переводится Гид этим самым С помощью Того инструмента Который мы посмотрим Но врать не буду Не проверял А также Ссылки на внешние ресурсы Если вы хотите Человека послать На страничку Скажем Техподдержки В данной стране А также Шрифты Если у вас Какой-нибудь Бенгальский шрифт Который вообще В операционной системе На которую вы ставитесь Отсутствует А вам надо Ну в общем вот Но И это еще не все Потому что Программный продукт Который пускается В виде коробочки Например Может Включаться Печатные Какие-то Печатные материалы Какая-то Электронная документация Тоже нужно Переводить документацию А как же Вот Какие-то шаблоны Документов Должны быть На правильном языке Ну короче Дофига Как это Ну это же Наша Общая Литмотив Всех наших Разговоров В этом семестре Звезды мирового кино Не снимавшиеся В нашем ролике Да Вот этим всем Заниматься мы не будем Мы будем заниматься Только переводом Потому что Как вы сейчас увидите Даже перевод Это не такая простая штука Вот А даже отчасти сложно Еще несколько терминов Которые я просто упомяну Вы должны Мы должны Про них вспомнить Что они существуют Возможно даже Они у нас сейчас Всплывут в работе Первая штука Называется Общие словари Или translation memory Был Вот Во времена лекции Андрея Черепанова Такой проект Янгком Общий словарь Ну такой Кумулятивный словарь Компьютерной терминологии Общественной Но он что-то загнулся Вот Загнулся он По непонятным причинам Видимо потому что На самом деле Если вы переводите Достаточно большой проект Там все равно Развивается какая-то Своя внутренняя терминология Вот А еще бывают люди Которые там За использование Слово директория Значит Начинают человека презирать Вот Знаете Такой Сноп Смотрит на тебя С прищуром Говорит Директория Это когда Пять правителей Во главе государства А то о чем вы говорите Называется каталог А не дай бог Вы скажете Папка Вас со словами Мамка Бабка Бабка И детка Выгонят В каком-то смысле Я такой человек Мне не нравится Ни директория Ни Упаси боже Папка Разумеется Короче говоря Translation memory Общий перевод Очень важная штука На самом деле Когда проект большой Переводчиков много А объекты Одни и те же Не дай бог Разные переводчики Будут переводить Директорию Папку И значит Тот самый каталог Всем будет только плохо Память перевода Общий словарь для всех Память перевода Translation memory Нечеткий перевод Довольно интересная штука Я надеюсь Мы сегодня на нее наступим Когда система перевода Вам предлагает Из уже имеющихся переводов В какой-то похожий И это не потому Что вы такой тупой И сами переводить не умеете Это потому что Это оказалось Очень удобно Потому что Вам подсказывают Те самые Те самые термины То есть Нечеткий перевод Это значит Что фраза похожая Там используются Какие-то термины Мы находим Наиболее похожую фразу Из имеющейся Базы перевода Вам ее подсумываем А вы ее модифицируете Но там будут уже Те самые термины Ну с некоторой вероятностью Которые вы используете Вот В общем Некоторые инструменты Да Еще какой-то инструмент Совместной работы Над этим Вот Ну в общем Вот Для того Чтобы не отвлекаться От нашей парадигмы Все в командной строке Вот это вот все Давайте кстати Давайте кстати Зайдем Зайдем на сайтик Не на сайтик А на праг Я Как уже говорил Будучи находясь Будучи находясь Будучи находясь Короче Удалил все файлы Оттуда Внезапно сегодня Прямо вот За 15 минут до лекции Ну ничего Будем заново Все делать Это даже Не так плохо Как кажется Вот Даже что-то Восстановил Так И даже попытался Здесь вот Вот это вот Сделать Но оно такое Очень Сейчас Так вот Значит Мы с вами Верные парадигме Все делать В командной строке Попробуем Освоить инструмент Который не требует Ничего Кроме командной строки Для своего использования И это Совершенно Ожиданным образом Штука Которая называется Git-текст В действительности В качестве Низкого Низкоуровневого Собственно Движка перевода Чуть ли не единственная Вот такая большая Все остальные Специфичные Для проектов А если Надо что-то общее То это Git-текст Вот Ну мы будем Прямо хардкорно Пользоваться Всеми утилитами Именно Git-текст И как мы Собственно До этого сделали Тоже все было Очень хардкорно Какие мы Значит Шаги По переводу Нашего Нашего Программного Продукта Предпринимаем Шаг номер Ноль Это шаг номер Ноль Почему здесь написано Что это шаг номер Один Это шаг номер Ноль Шаг номер Ноль Это собственно Интернационализация То есть Подготовка Нашего программного Продукта К возможности Дальнейшей Локализации Вот Поскольку Мы занимаемся Только переводами То в действительности Интернационализация Будет состоять в том Что мы Вставим В исходный код Нашей программы Какие-то строчки Которые работают С Git-текстом И обмажем Все строки Которые мы хотим Переводить В раппером Функции Git-текст Вокруг нет Ну еще M-Git-текст Но об этом Еще поговорим позже То есть Вместо строк В нашей программе Будут вызовы Функции Которые обрабатывают Эти строки На самом деле Их перевозят И это собственно И есть Минимальная Интернационализация Если речь идет Только о переводе Дальше Мы запустим Специальную утилиту Которая Выкварит Выкварит Из нашего Исходного кода Все вот эти Самые Git-тексты И соответственно Составит Такую небольшую Текстовую базу Данных Строчка Такая Это файл Такой Это строка Нуждающаяся В переводе Такая Это пустой перевод То есть Шаблон перевода Создастся Вот Сразу предупреждаю В этих шаблонах перевода А также В наших В наших В наших переводах Будут значащие комментарии Они правда Значащие Не трогайте Значащие комментарии Никогда Дальше На основе Шаблона Перевода Мы делаем Собственно Пустой перевод В котором Уже На конкретный Язык Ничего не переведено Вот То есть Все есть Только самих Переводов нет Дальше Мы редактируем Этот перевод Дальше Мы его Компилируем Это еще Одна Важная Важный момент Мы сегодня Увидим Зачем нам Компилировать Тут М.к Говорит Что он не некто А что вообще То он Из-за моих Лекций Перевел В разных Компаниях На линукс 500 человек Ну Слушайте Я вам Бесконечно Благодарен Дорогой М.к А значит Да Так вот В действительности В действительности Недостаточно Написать Текстовое Сопоставление Строк Их переводом Мы увидим Потом Почему Потому что В действительности Настоящий Шаблон Перевода Это Свою роду Исполняемый Файл То есть Это штука Которая Ну Работает Там кусочек Кода Выполняется В реал тайме Какой кусочек Кода Мы тоже Увидим Вот Поэтому Их нужно Сформатировать То есть Скомпилировать И дальше Вот этот М.о.файл Скомпилированный Перевод Подсунуть В такое место Где ваша программа Его найдет Вот После чего Мы продолжаем Программировать Что-то поменялось Поехали строки С сообщениями Появились новые Непереведенные Старые Поменяли формулировку Мы Генерируем Новый шаблон Потому что В нем В нем Новые Могут оказаться Сообщения Новый горшочек Вот Шаблон Имеет решение Точка Под На самом деле Это ПО-темплейт Но слово Под Напоминает О горшочке В который Что хочешь Можно положить Только там Ничего нет Шаблон Вот И так По кругу Сначала Мы генерируем Новый шаблон Потом Мы с помощью Утилиты MS Merge MSG Merge Сливаем Новый шаблон Со старым Переводом И получаем Новый перевод В котором Что-то не переведено Что-то отъехало Что-то в фазе И так дальше Дальше его Исправляем И так По кругу По кругу По кругу По кругу Вот Весь Вот это Весь Жизненный цикл Работы С переводом Он здесь У нас Украдено Из документации По Геттексту Вот Давайте Уже Перестанем Разговаривать И начнем Что-нибудь делать Я буду отчаянно Тупить Потому что Я все материалы Удалил Будем делать Все с нуля Вот Правда Я конечно же Удалил материалы Все оттуда С сайта практикума Но Ничего не удалил Из репозитории С примером Вот Пример чуть более Сложный Чем хотелось бы Но мы сейчас В него будем Заглядывать Одним глазом В репозитории С примером И делать как там Написано Значит Первое что Хочется сделать Это чтобы Исходные тексты Лежали в отдельном Каталоге Вообще-то так принято Помещать исходные тексты В каталог SRC Вот мы сейчас Так и сделаем Мы значит Создадим Каталог SRC Создадим Создадим там Файл Ахилло Вот Только не SRC А C конечно Вот Файл Ахилло C И что мы Сделаем Здесь Здесь мы Сделаем For Сейчас На питоне Начал писать И int И Равняется Одному И меньше Шести Допустим Шести И плюс плюс Принт Только не так И не так Надо перенастроить Принт Ф Хилло Ло Процент Д Ворд Вор Л ДС Вот Восклицательный знак Буслэшен Плохой Негодный Плохой Негодный Этот самый Да Пропущенный А А вот Фиг его знает Без там С Или С С Чего тебе не нравится Секунду Как-то Так Я же говорю Только что Стер домашний Каталог Вот Плохой Негодный Текст В котором Мы В общем Даже Не знаем Что там С Действительно Дайте Уберем С Мы ее Потом Вставим И у нас Будет Упражнение По Модификации Понятно Итеративной Доработки Перевода Так что Пускай Будет Бизнес Вот Значит Вот Это наша Нелокализованная Программа Она Не очень Хороша Вот Но Зато Она Работает Мне кажется Она Работает Вот Сейчас Мы ее Будем Переводить Давайте Прежде чем Ее Переводить Подглядим В нашей Значит Шпаргалке Чем Можно Сразу Обмазать Ее Автотулсами Чтобы Не мучиться После Этого Значит Надо Наверное Гедонит Сделать Потому Что Потому Что Иначе Будет Худо Слушайте Я тут Она Нормальная Да Так А Вот Что Мы Сделаем Мы Сделаем В Лекции Это В примерах Которые С которыми В шпаргалке С которой Я подсматриваю Все разделено А здесь Мы сделаем За один раз Чтобы Это Сэкономить Время Мы Короче Одновременно Обмажем Это Гиттекстом И автотулсами Чтобы Это все Сразу Собиралось И работало Значит Обмазывание Гиттекстами Выглядит Так Нам Нужно Во-первых Воткнуть Правильную Локаль Правильную Локаль Да Сейчас Давайте Посмотрим Вот Сюда Вот Нам нужно Воткнуть Правильную Локаль Иначе У нас Просто Не узнает Не узнает Гиттекст В какую Локаль На какой Язык переводить Вот Да Правильная Локаль Это Сэт локаль Вот так Вот делается Правильная Локаль Все Все как-то Все как-то Совершенно Тривиально Вот То есть По умолчанию Включаем А по умолчанию У нас допустим Русское Вот Это первое А второе Нам нужно Обмазать наш Текст Вызовом Переводов Да Вот так вот Сделать Перевести Значит Традиция Традиция Велит нам Сделать так Традиция Нам велит Определить макрос Под названием Подчеркивание Очень часто Делается Который в действительности Приведет к вызову Функции Гиттекст Она кажется Тоже макрос Но это совершенно Не важно Вот Ну и давайте Мы ради Ради Вот этого Самого Сделаем Вот так Вот А значит И прежде чем Запустить Эту штуку Значит Нужен локаль Нужно Забиндить Текст Домен Значит Что такое Бинд текст Домен Домен Как видите Это прямо Название нашей Программы Который Будет искать Где-то В каком-то Специальном Вот на самом деле Вот здесь Вот в этом месте Будет искать Соответствующий Подкаталог В котором Он поищет Ахило.mo Собственно Файл с переводами Да И вот Дело в том Что у одной программы Может быть сразу Несколько доменов перевода Почему бы нет Поэтому они Жестко не связаны А вы просто указываете Как называется Грубо Очень грубо говоря Как называется файл с переводами На самом деле Ведь не только с переводами Да Вот этот термин Как называется То В рамках которого Мы переводим Это слово домен Вот На самом деле Просто он будет искать Файл ахило Ну мы сейчас Все это увидим Вот И собственно Его Включаем Вот Это мы Взаимодействуем С Да Что тебе не нравится Где он Определяется В Либинтл Каком нибудь Наверное Сейчас посмотрим Да Либинтл Это Либ Интернационализация И18н Тот самый Вот Вот И значит Соответственно Мы обмазываем Вот этим Макросом Который На самом деле У нас Является Вызовом Функции Ну Обмазываем Нашу Функцию Вот такая Вот Простейшая Простейшая Петрушка Обратите Внимание Что вот Эти строчки Ахило Мы разумеется Ничем не обмазываем Их переводить Не надо Вот На этом Основании Давайте Попробуем Его скомпилировать И запустить Кстати Как видите Ничего Плохого Не произошло Хотя Если Пострейсить Мы увидим Что они Ищут 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 Под каталога Который Соответствует Нашей локале Вот той самой Текущей Где-нибудь Ну вот Мы сказали Что в текущем Каталоге Вот он Вот в точке Да Вот он в точке Ищет Не Говорит Нет такого Так и не нашел Не нашел И не нашел Значит перевода Нет Работать Буду так Писать по-английски Почему нет Как видите Довольно Довольно Неплохо Все у нас Получилось Только Убрали Мы А. Аут Значит Вот То есть Еще раз Мы на самом Ой-ой-ой А это Да Мы на самом деле Уже Вот это уже Ну Почти нормальный Интернациализированный код Мы дальше поменяем Вот этот локейл пас Конечно Совершенно отстойный Это неправильный Локейл пас Ну да бог Мы с ним Да Мы конечно поменяем Но вот Да Я бы даже сказал Что не такой А вот такой Да Вот Вот Мы будем этот перевод В соседнем Подкаталоге По охранник Ну вот Значит Давайте Еще раз Ну в общем Кажется Все я Все это и так работает и стрейс нам показывает что действительно ищет нет ну короче две точки тут не нужно извините я собрал я обещал что буду тупить вот я туплю вот вот в этом каталоге по будет лежать в конце концов где-то вот здесь вот этот ахиллу . если он там есть значит все хорошо окей значит давайте мы тогда это дело завистуем чтобы чтобы можно было да коммент вот теперь давайте обмажем это авто тулсами для красивости да вот это наш конфигуряк вот как видите он даже увидел увидел функцию сетлокаль увидел хедеры соответствующие 20 ну в общем он да так а какой у нас колор схем был там вы не помните дерек пускай будет так так вот он уже до нас даже постарался видите он определил кое-какие кое-какие зависимости давайте мы его еще напихаем туда автомейк сразу не глядя не глядя напихаем автомейк потому что потому что мы так хотим да можно си мейком можно мизоном да безусловно этот автомейк будет до безумия тупым потому что потому что у у нас в этом каталоге нет ничего ну вот потом там еще будет по ну ну по пока у нас отсутствует в этом в этом каталоге который в сердце там тоже все должно быть до безумия тупым нам достаточно мы помним написать туда написать туда что бен прогресс это хило и на этом все на это пока не смотрим вот и мне кажется что у нас сейчас еще и автомейк сразу заработает конфигуре ватс то есть помним до бен программс означает что мы поднимаем всю автотулзовую машинерию по созданию про программы под название ахилло из исходника по названием ахилло да значит здесь src но еще конфиг аж можно на самом деле давайте еще конфиг аж заинклюзим потому что у нас теперь будет конфиг аж почему бы его не заинклюзить да и кажется но сачфайл директор и кажется почти все за исключением того что нам нужно наверное где-то минус и большое сказать ему иначе он не скомпилируется наверное хотя вот тут нет минусы большого ну дать посмотрим давайте посмотрим чё нот юзинг автомейк мы забыли его мы забыли его в конфигуре аки включить всю эту автомейковую поддержку давайте сделаем это конфигуре ак вот это да автомейк и мэйк файл мэйк файл мэйк файл у нас вот их тут два мэйк файла правда пока что мы вот это по не трогаем не трогаем так а все достаточно и мы нет да больше ничего не нужно значит я может быть в прошлый раз ним не упомянул что вот у у не то в том и когда мы подключаем автомейк сборки мы должны еще казать слоу foreign иначе он будет требовать чтобы вы соответствовали гну style coding полисе где должен быть файл чем жилок файл ридми файл авторс и еще какая-то ерунда вас может чтобы он к нам не приставал мы ему скажем что такое не такого нету тем более что очень жилок нужен был когда не было нормальных систем контроля версии а теперь раз чешенок детей лишь вас так пробуем еще раз вот у нас конфигуре вот он даже сработал смотрите он сам определил где у нас инклюдник где у нас конфиг аж да вот вот он и все заработал а ведь как он называется то вот вот он заработал ну значит это что у нас какие мы файлы то сделали make файл а м а м конфигуряк у нас он треки тоже конфигуряк мэйк файл на и сердце мэк файл а остальное это все генераты кажется да мэк файл генерат 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 конфигаж генерат все генераты все генераты вот ау-то то то ту ларис так ну вроде бы обмазали автотулсами давайте переводить уже давайте только знаете что сделаем вот все от начала до конца проработал так теперь давайте это переводить да мы сделали обмазали это автотулсами значит давайте посмотрим get status ничего ли у нас нету все чистенько вот без автотулзов это выглядит то есть без генератов это выглядит совершенно девственно да вот и значит давайте теперь попробуем завести перевод собственно завести перевод перевод завести чтобы завести перевод возвращаемся вот сюда первым делом как было сказано надо это да 0 мы выполнили теперь значит мы должны выковырять оттуда наши сообщеньки с помощью x get text вот ну давайте это так и сделаем значит x get text что там у нас написано минус keyword подчеркивание кстати кажется это можно не делать ну давайте попробуем не делать исходник минус о шаблон . под src ахилло минус о по так а по мы не создали что ли каталог кодир по да по ахилло ну да что может быть все таки нужно было минус keyword сказать ему может он по умолчанию знает только get text а мы такие ленивые используем слово keyword слово подчеркивание да да вот значит давайте мы вот заглянем напоминаю что это горшок то есть это шаблон шаблонов который трогать вообще не надо он в некоторые из дисциплин программирования является например в нашей будет являться генератом вот там есть много методичек по лекции в котором написано что сохраните его его надо хранить в системе контроля версии совершенно необязательно он генерируется этот шаблон генерат мы я надеюсь сегодня в конце лекции увидим как в автотулзах есть какая у автотулз есть поддержка и мы вообще все выкинем и добавим два файла и заведем вот значит что здесь написано ну мы это еще мы это еще будем видеть вот как видите желтым специально выделены поля которые вы должны заполнить но мы не будем их заполнять руками их за нас заполнит этот самый msg init вот ам и все что у нас есть переводимого в нашей в нашей программе это hilo процент the world который находится в пятнадцатой строчке в файле srca hilo.c и имеет значащий комментарий c формат значащий комментарий c формат означает что тут есть процентики что это кусочек принтфа вот и например умный умный гиттекст будет проверять а есть ли в переводе этот процент d потому что если нет то это явная ошибка вот значит мы сейчас создали этот самый перевод и это ж горшок из горшка надо сгенерировать о только что мы провели вручную вот это утверждение которое я забыл прочесть ну ладно из горшка надо сгенерировать уже настоящий перевод он правда будет пустой в нем не будет самих переводов но но давайте его сгенерируем что там мсгенит минус и шаблон минус эль локаль очень хорошо значит локаль у нас руру руру сколько да мсгенит минус и срц ахилло минус эль вот это вот шняга минус а а где горшок минус и шаблон минус и шаблон по ахиллопоц минус о шаблон минус о шаблон шаблон вперед по да по ой неправильно он же русский да тогда он пускай называется рупо вот обратите внимание что мсгенит нас спрашивают почту зачем а помните там в горшке было написано кому писать о багах вот это мы хорошо вот вот он из вот этого горшка был сгенерирован первичный пустой перевод давайте на него посмотрим и обратите внимание в нем нет уже желтых полей мсгенит все заполнил за нас правда когда пакет называется л по какой-то причине мне непонятный непонятный мне причине называется пакет л вот а почему кстати он называется л непонятно ну ладно пускай так называется хотя это странно сейчас а конфигуриак может быть ну вот тут не заполненные поля но мы же не пока его не интегрируем с конфигуриаком ну ладно называется лы пускай называется лы не знаю почему вот но в любом случае это хороший годный перевод у него написано смотрите что язык у нас русский это language team russia но он знает все равно что он русский а он он ну знаете почему называется лы знаете почему называется лы вот из-за этого он посмотрел и решил что это такой значит ну ну хорошо пускай называется нам нам все равно вот значит значит здесь записаны всякие штуки например формула как вычислять множественное число но мы к этому еще придем вот утф8 ру вот собственно наша локаль приехала сюда в настройки здесь мы можем даже перевод затолкать туда смотрите привет не привет процент сейчас мы разберемся с вот сейчас мы разберемся с множественным числом пока что будем без него жить вот вот мы даже даже сгенерили перевод да вот этот файл нужно хранить в системе контроля версии потому что ну мы туда реально перевод пальцем вписываем вот давайте посмотрим куда еще раз с трейса куда он лазит, значит, только это не ААУТ, а БИН, СРЦ, АХИЛО, за сообщеньками. Он лазит в наш каталог ПО, в подкаталог Локаль, в подкаталог LC Messages, потому что мы занимаемся переводом сообщений, и там ищет АХИЛО.мо. Короче говоря, если мы захотим скомпилировать, то вот надо создать один из этих подкаталогов, любой, ну хоть вот этот, он проще выглядит, да, и туда положить это наше АХИЛО. Хорошо. ПО, да, там, ПО. Вот, давайте посмотрим, как его компилировать. Я думаю, что МСГФМТ, вот он. Да, значит, МСГФМТ, минус О, вот туда вот, АХИЛО, точка МО, вот. Вот. Барабан и дробь. Оп. Да. Значит, теорема существования доказана. У этой теоремы существования есть два слабых места. Первое слабое место – это абсолютный путь. Мы взяли и положили вот сюда вот. Тупо в подкаталог текущего каталога. Мы сейчас ЦД куда-нибудь сделаем, и все перестанет работать. Вот, смотрите. Почему? Да, да, там относительный путь от текущего каталога. Короче, так никто не делает никогда, и мы так тоже делать не будем. Квас. Значит, есть четыре варианта решения этой проблемы. Первый вариант. Смотрите, где у нас вообще обычно лежит перевод. Да, конкретный абсолютный путь, полный путь, в котором вот всевозможные домены, всевозможных программ, установленных как раз в WhatsApp. Тот же Make, например, имеет перевод, так что иногда ругается по-русски. А если пас еще приписывает? Пас тут никакого отношения не имеет. Это просто место, где... В чем плохая идея с абсолютным путем? Вам нужно быть рутом, чтобы вот туда положить что-то. Как вы будете тестировать? Каждый раз из-под рута это, как это, бунт и кэнсер. Любые команды под линуксом начинают с суду. Ну, не надо так делать. Это, 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 это... Просто не надо. Вы превратите свою систему в тыкву быстрее, чем изучите ее. Вот. Самый правильный способ это сделать в, вот здесь вот, относительный путь, относительно бинарника запускаемого. Запускаемого. Вот. И тогда, тогда она будет работать более разумно. Такие дела. Значит... Да. Но мы пока этим не занимаемся. Давайте доделаем, заделаем первую часть, а потом посмотрим, как с помощью гидтекста, с помощью автотулз он нам сам все сделает сам. Вот. Мы даже трогать ничего не будем. Хорошо. Значит, что мы сделали? Мы перевели, на самом деле мы ничего не сделали. Можно говорить клин. Вот. Зато оно теперь работает как-то. Что мы делаем дальше? Множественные формы. Да, множественные формы. Значит, с множественной формы ситуация следующая. Их в разных языках несколько. В английском их две. А у нас три минимума. Иногда четыре. Если множественных форм, да. Один. Одна. Одна. Две. А, нет. Господи. Одно сообщение. Два, три, четыре сообщения. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать сообщений. Двадцать одно сообщение Е. Двадцать два сообщения Е. Двадцать три сообщения. И так дальше. Если мы внимательно посмотрим на вот эту строчку. Давайте ее прочитаем. Как код носи. Здесь написано, что три в русском языке множественных формы. И вычисляются они так. Что если остаток отделения на десять равен единице. А остаток отделения на сто не равен одиннадцати. Тогда нулевая форма. Потому что одиннадцать это единственное число, которое заканчивается на один. Но не является. Ну и сто одиннадцать там. Тысяча сто одиннадцать. Не является единичной формой. Если остаток отделения на десять больше или равен двум и n. Обратите внимание на продолжение строчки. Остаток отделения на десять меньше четырех. А еще, что остаток отделения на сто в пределах от десяти до двадцати. Не в пределах от десяти до двадцати. Потому что одиннадцать двадцать тринадцать у нас тоже множественная число формы. То это вторая, первая форма. И наконец во всех остальных случаях вторая. Одна сообщение е, одно сообщение е, два-три сообщения я, четыре, пять-шесть-семь сообщений. То есть это какой-то код носи. Он может и не носи. Но мы точно знаем, что для того, чтобы перевести наше сообщение, надо этот код запустить. Именно поэтому нам нужно скомпилировать по файлу в МО. Потому что в этом МО будет содержаться исполнение этого парсера. Вот. Именно поэтому он компилируется. Ну вот. Что мы должны сделать? Мы должны обмазать наш файл... Другим... Другим этим самым. Давайте мы здесь напишем... ...принт в HelloWord. С маленькой буквы, да? Обмажем его get-текстом. Так? Конфигаж нету, ну и нету, отстань противное. Можно так, ну там, не знаю, другого файла, чек-то, условно, или вот. Наверное, жёстче словно. В смысле? Я просто не конфилировать, его я не обращусь. Нет, конфилировать, но... Ну, просто вынести в отдельный файл. Они и так вынесены в отдельный файл. Про-файл, МО-файл, они отдельные от всего остального. Вот еще более отдельные, чтобы их было на один больше этих файлов. А для чего? Чтобы что? Непонятно. Непонятно. Нет, ну, можно или нет? Нет, я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите... Вот есть файл, в котором... Ну, короче, я правда не понимаю пока чего вы хотите, но, возможно, вы подумаете и переформулируете. Ну, здесь один файл, можно ли его распылить на два, а зачем? Чтобы что? Чтобы что? Не слышу. Для удобства чего? Один файл удобнее, чем два. Что удобнее читать? Бинарный файл удобнее читать? Посмотрите на него. Так, а у нас есть, кстати? Нет, у нас его нету. Вы уверены, что вы хотите читать этот файл? У нас есть, что вы хотите читать этот файл, тем более, что это пока он такой маленький, а дальше там еще будут какие-то индексы внутренние. Его за вас гиттекст читает, ради этого он и написан, гиттекст. Напишите свой гиттекст, будете хранить что где угодно. Короче, я не вижу смысла хранить их раздельно, потому что для каждого языка они как раз задаются отдельно, эти штуки. Так, я хотел что? Я хотел, ну, как видите, я вынес в сообщение Hello World отдельно, а здесь давайте мы ее обернем не гиттекстом, а нгиттекстом. Этот нгиттекст, это та самая функция, которая в английском варианте, в английском варианте, только тут 2v. Как-то вот так это делается. Единственное, что мы должны, кажется, там передать два параметра. Давайте посмотрим. У нгиттекста, ну, можно и ман посмотреть, да. Это, это утилита нгиттекста, я хочу вот эту. А, ей нужно передать число, да, нгиттексту нужно передать сколько там параметров-то, в смысле, ну, вот. Вот так это работает. То есть у нгиттекста, у нгиттекста три параметра, потому что в английском языке две слова-формы и это самое число. Вот. По-моему, давайте еще раз посмотрим, я что-то начал сомневаться в себе. Нгиттекст. МСГИД, ПЛУРАЛ и длина, и количество, и число. Да, 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 вот. Единственное множественное количество. А он нам должен на основании нашего локализованного варианта выбрать один из трех вариантов, потому что в русском их три. Теперь мы должны перевыковырять, перегенерить горшок, потому что, как видите, он сейчас изменится. Из гиттекста. Вот. Вот так выглядит ПЛУРАЛ, давайте на него посмотрим. Вот так выглядит множественная форма, просто и два варианта перевода. Два варианта перевода, потому что это перевод с английского на английский, да? Это горшочек. В русском будет три. Теперь смотрим, как нам обновлять перевод с помощью СЖМЕРЖ. Вот. Минус СЖМЕРЖ, минус У, старый перевод ПО, и новый щаблон, щаблон ПОТ. Сейчас сделаем. МСГМЕРЖ, минус У, старый перевод, РУПЛО, минус что? И новый щаблон ПОТ. По, как там фамилия его? Ахиллопот. БЫМС. Вот он его, значит, пообновил. Давайте посмотрим, что у нас теперь в этом РУПО, мне самому очень интересно. О, смотрите, что с нами произошло. С нами произошло следующее. Искусственный мозг, внедренный в ОГИТ-текст, нашел среди старых переводов похожие на новые строчки. Пометил их специальным ключом в фазе, переводы, помеченные ключом в фазе, не компилируются. Они нужны так для нас, чтобы мы видели, что тут что-то похоже, но ты типа сам переведи, пожалуйста. И действительно, ни один из этих переводов не является правильным. Потому что у нас пропал си-формат здесь, и, соответственно, нужно вот так писать. И, соответственно, си-формат надо удалить. Ну и фазе надо удалить, потому что он теперь не фазе. Кажется, это тоже можно удалить. Вот. А здесь надо переперевести, потому что это, например, один мир, это два мира. А это пять миров. Вот. И тоже в фазе удалить, а си-формата оставить, потому что процент D остался. Обновили перевод с помощью МСГ. Мерж. Воспользовались Translation Memory, который решил нам рассказать про то, что там есть фазе перевода. Вот. Убрали фазе. Привели все к соответствию. Пробуем. Только давайте, значит... Плюрос. Шмяк. Вот. Значит, надо D6 довести. Ну, в общем, понятно. Один, два, три, четыре, а пять уже миров. Вот. Время у нас... Еще 15 минут на то, чтобы проделать один мелкий извращенный опыт. Мелкий извращенный опыт. Давайте введем еще одну форму для одного мира, который не 101 и не 1101, а ровно один. Для этого мы почитаем printf, manprintf, 3printf, потому что иначе надо. В котором мы довольно быстро вычитаем, что printf, если ему передать больше параметров, чем у него ключевых слов в процентиках, просто выбрасывает эти параметры и забивает на них. Так что мы можем смело написать printf hello world без каких-то процентов D и передать ему еще один параметр, процент D, который он сигнорирует. Что мы делаем? Мы вот сюда вписываем, что если у нас n равняется, строго равняется единице, тогда мы выбираем третью словоформу, строго единица. Вот. А иначе вот все остальное. А что тебе не нравится-то? А, он плюрлс надо. Он сказал, что в этой строке ошибка, потому что он плюрлс надо, чтобы было 4. Нет, все равно, говорит. А что тебе не нравится-то? А, возможно, ей не нравится, что их 4. Сейчас. Что-то он ругается. Может быть, здесь надо ему поставить? Сейчас. Да, блин. Вот. О, да. Это добренький этот самый синтастик, это плагин к Vim. Запустил какой-то проверятель по файлам. Вот. И ругается. Ну и отлично. Справились без него. То есть вот у нас 4 теперь словоформы. И если она равно строго единица, то выбирается третья, а иначе там нулевая, первая, вторая. Давайте пробовать. Мне кажется, это прямо сейчас заработает. Только скомпилировать надо. Давайте даже еще ее модифицируем. Чтобы мы видели, что 101-то мир работает. Вот. Да? Ой. Кажется, так должно быть. Плюс 100, извините, плюс 1 не будет. Плюс 101 нужно. Один мир будет просто привет мир. 102 мира. 103, 104, 106 миров. А, тогда не будет 101 мир, да? Да. Ну, ладно, я знаю. Нет, я-то знаю, что надо делать. Вот там вот будет тысяча и один, тысяча и один мир. А, не будет. Плак, плак. Ну, ладно, короче, вы мне верите, да? Вот. Вы мне верите, что оно так работает? Я мог бы там еще что-нибудь сделать. Ну, короче, все оно, ну, короче, вот. Ладно. Это первый наш трюк. Трюк с тем, что мы вручную модифицировали перевод. Второй трюк, который я пытаюсь успеть за сегодня сделать, это показать, как с этим всем безобразием работает, работает автотул. Потому что у автотула есть поддержка, есть поддержка гиттекста вас. Я, собственно, в попытке вот этот кусочек домашнего задания продемонстрировать и удалил все, и удалил все сокращения. Это спрашивает, вызывает ли оно с СТРЦП в рантайме. Ну, конечно, вызывает. Конечно, оно вызывает СТРЦМП в рантайме, а как еще? Нет никакой еще отдельной базы данных для переводов. Вот. В смысле, вот, ну, и что там можно соптимизировать. Все равно придется всю строку сравнивать. Так. Сюда. Сюда. Значит, сначала конфигуряк. В конфигуряке нужно довольно много всего накривить, чтобы автотул стал поддерживать... Давайте мы это уберем на всякий случай. Хотя, нужно, не нужно. Давайте уберем. Вот. Значит, в автотул, в конфигуряке довольно много нужно накривить, чтобы автотул стал поддерживать этот самый... Поддерживать getText. Во-первых, нужно включить сам getText, разумеется. Вот. Во-вторых, нужно... Он будет ругаться, что поскольку getText внешний, вы должны ему точно указать, какой он версии. Так написан макрос. Дело в том, что от версии к версии у них обе меняются. Вот. И дальше вы можете написать что-то такое, что у вас должна быть... Что у вас должна быть... Вот такая вот штука. Только давайте мы теперь package name все-таки... Все-таки переименуем. А то что он там? Ахилло. Версия у нас 0.0. И bug report у нас... Вот. Мы помним, что это такое. Эти переменные приедут в конфиг h, как переменные. А вот эта вот штука, acsubst, нам еще заведет в make-файле переменную под названием getTextPackage. Мы ее можем использовать потом в своих make-файлах. Вот. Кажется, это все. Но у нас теперь будет еще в по-make-файл. Причем это даже не make-файл, а make-файл.in, потому что его для нас будет как раз генерировать вся вот эта вот... Вот эта вот поддержка getText из автомейка. Там целая пачка туда всякой хрени приедет. Это называется Intel Tool. Вот он туда приедет. Кажется, это все. Давайте посмотрим. А! Это потом мы включим. Главное, это не забыть. Я вот в это очень долго тупил. Еще надо пробу Intel Tool тоже проверить, что она есть. Проверить, что этот Intel Tool, с помощью которого все это делается, он вообще существует. Вот. Это, значит, сюда. И здесь нам нужно в ключи сборки вставить, что у нас теперь... Может, и не нужно. Почему у нас работало и так? Ну, давайте подсмотрим. Но, по-моему, не нужно. Это было... Это было лишнее. Это потом надо будет вставить local path. Это мы, когда будем использовать local path, мы сейчас сначала посмотрим, где она все хранит, а потом будем использовать. Вот. И в PO файле... А вот в PO вообще ничего не нужно делать. Мы просто говорим, что у нас есть исходники. Создаем файл под названием pofiles.in, говорим, исходники лежат вот здесь, и все. Мы помним, что .in это такая штука, которую наш конфигурь любит обрабатывать. Ну, вот мы его... он его нам и обработает. Вот. Значит, тогда мы должны создать файл pofiles.in. pofiles.in, в котором... pofiles.in, в котором вписать название нашей программы. Оно называется src.achillo, да? achillo.se Так. pin.programs.achillo. Сейчас makefile.in.tekuщее.src.ipo теперь у нас. Там будет хозяйничать как раз и tooltool. Вот. У меня такое ощущение, что все даже само сейчас заработает, но, может быть, и нет. Давайте проверим, что ли. Значит, git add po. Больше мы ничего не трогали. Да. Intel tool. Вот. Commit, я сказал. Смотрите, сколько он напихал. Там было два файла. Перевод и этот самый... И файл, который pofiles.in. Intel tool напихал туда всевозможную машинерию по автоматическому переводу. Вот. Мы даже можем сейчас запустить, но она... А, кстати, нет. У нас pofile не создан. Сейчас сделаем. Что? Да нет, конечно. Вы так спрашиваете, лишь бы приколоться, честное слово. Set input. Это set script, который что-то хакает. Некоторое количество хаков над всего этого. SIN это set input script. В том смысле, что он не... А, это set in place script. Это скрипт, который... Который парсит конкретный файл in place. Да? Set минус i должен запускаться. Вот поэтому он SIN. Вот. Короче говоря, вся эта машинерия... Неинтересно. Вся эта машинерия, она нас не очень интересует. Потому что на самом деле нам надо только в конфигуряке еще сказать. В конфигуряке. Конфигуряке. Тоже на плодилу. Сказать, какие у нас есть языки для перевода. А то мы же их не задали. Конфигуряк. Русские языки. У нас есть русские языки. Куда это вписывается? Куда-то сюда вот. Да? Что языки у нас русские. Вот. Смотрите, что он сделал. Он там создал в ПО. Makefile сам. Зашел туда, сказал make. Поискал. Нашел русские языки. И сделал мы с GFMT. То есть там даже где-то сейчас в ПО должен наш горшок лежать. Вот он. Он, правда, называется GMO. Не путать. Как это? Когда придумали это расширение, кажется, еще такого термина не было. Я думаю, что это GNUMO. Не знаю, почему он такой. Но это нормальный MoFile. Но это нормальный MoFile. Вопрос только в том, как им воспользоваться. Потому что он лежит не там, где надо. Помните, мы создавали каталог. Вот это все. И вот здесь нам сейчас на помощь придет тот факт, что AutoTool еще и make install за нас сделает. Вся вот эта хрень AutoTool, мы об этом будем говорить на одной из последних лекций. Помимо всего прочего, подготавливают еще инфраструктуру для установки. Причем как установки в систему, так и установки в произвольный каталог. Смотрите. Неправильно сказал. Dollar Home здесь надо сказать. Dollar Home. Да, теперь мой проект содержит GMO. Советуют мне сокращение. Хмоя? Да, хмоя, это же странно. Так. О! Он нам все поставил? Смотрите, вот наш бинарник. Ну, тут есть USR Local, потому что мы когда конфигурили, сказали, ничего не сказали. А по умолчанию AutoTools считает, что каталог установки USR Local. Надо было сказать . Давайте переконфигуем. В конце от концов, мы программисты или где. Ну, конфигури, минус минус префикс, равняется USR. Вот. дальше ре минус рф тмп куку и мейк инсталл дест дир равняется доллар холм тмп куку вот ну и файнд доллар холм тмп куку вот они смотрите какая красота если бы мы сказали мейк инсталл просто он бы нам влепил это прямо в нашу систему в usr шаре usr шаре локале usr bin ровно туда куда и надо но мы ему сказали дес дир вон там и осталось только вспомнить что помните что я говорил правильный способ оформления доступа к домену бинт 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 домен бинт бинт домен вот это все фигни относительный путь и этот относительный путь у нас даже есть где-то где-то он у нас есть у нас же есть греб локали мейк файл локали дир у нас есть то есть мы можем что сделать смотрите мы можем вписать вот сюда вот сюда вписать сюда передачу этого локали дир а вот локали пас например назовем его локали пас локали дир с помощью им цифлакс мы говорим автомейк дорогой вот у тебя есть цифлакс в эти цифлаксы компилятору добавь вот это вот вот мы будем автомейк вот это добавь компилятору все флаг за что это это локали пас этот минус д локали пас который к нам приедет до который равен вот этому локали диру который у нас в конфигуре есть локали дир сгенерил нам липтул то есть мы можем вот этот все флакс вот этот вот локали пас теперь использовать в нашем сишном файле а он и так есть сейчас он переопределится при сборке то есть мы можно здесь даже вообще не писать вообще не писать потому что он в конфиг аше нам по он через define приедет он придет через define давайте попробуем прям все перегенерим к чертям ну вроде заработало теперь наш бинарник отсюда не заработает никогда но по идее он должен заработать после установки ну-ка давайте попробуем да не работает слушайте погодите если вы задефайнили то тот который минус d перебивает тот который внутри вас слушайте давайте посмотрим он не работает он должен в это самое куку лезть а он не лезет за что-то я сделал не так здесь вроде все нормально в ахилло а нет от дерны нам не нужен пэкач локали пак всех все круто кстати мы сюда можем передать этот самый пэкач вот но это неважно уже осталось только расхакать почему меня нет светлокали тут ни при чем это исключительно поиск домена так секунду давайте посмотрим может быть это где-то не здесь тут ничего интересного да вообще нигде ничего интересного я вот может быть тут все я понял смотрите для того чтобы от тестировать в этом каталоге мы должны либо накрутить вот здесь вот немножко больше логики вот здесь вот вот здесь вот да не тупо ходить в локали пас да а вот именно относительный путь там делать либо собрать ее с конфигуре сделать с локали пасом сейчас покажу так о минус минус локали дир нам ну вот самый простой способ это конечно сделать вот так вот минус минус префикс на равняется доллар ху ху ку 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 чё мэйк 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 инстал видите и теперь давайте запустим и да что ж ты будешь делать не хочет он туда ходить что я сделал неправильно ну давайте локали пасу каждому ему тут я даже не знаю чё чё Ну и где он? А-а-а, там ТМП они. Я где-то, где-то ТМП пропустил, да? Вот. Но это немножко читерство, но в любом случае так можно хотя бы оттестировать, да? Вы указываете, где это все лежит, инсталируете туда, а когда вы устанавливаете просто в систему, он ищет в настоящем месте. Вот. Или вы вот этот относительный путь формируете ручками прямо через две точечки в этом самом, в вашем файле. Вот. Вот в этой программе как-то это более хитро сделано, вот в этом примере. Я посмотрю дома, вот поправлю, если что, все равно я хотел доправить конспект к лекции. Значит, у нас осталось минус 6 минут на то, чтобы упомянуть две вещи, что аналогичные фишки есть, разумеется, и в Симейке, и в Мизоне. Причем, если в Симейке это довольно странная, ну как все в Симейке, довольно странная такая область, которую вы дергаете и ждете, что она заработает, то в Мизоне как раз все достаточно, достаточно прозрачно и очень похоже, обратите внимание, да? Узнаете? Lingua, spotfiles, это вот те же термины, что и в гитекстовой, в автомейковой обвязке, да? И только называется он локализейшн с буквой S, вот, как мне тут говорят в чатике, из-за того, что это английская традиция. Локализейшн. Вот. Такие дела. То есть, в принципе, в домашнем задании можно пользоваться и Мизоном, и Симейком, и автотунсом. Вот. Мы с вами изучили автотунс, я рекомендую, если вы не хотите связываться с автотунсом, рекомендую именно Мизон, да вот, со всем вот этим, вот, потому что он стильный, модный, молодежный. Но если вы уже привыкли к Симейку, и у вас есть какие-то знания в Симейке, бога ради, хотя, может быть, имеет смысл, ну, накачать скиллы в другом инструменте сборки. Такие дела. Вот. В домашке у нас будет просто перевод. Мы просто воспроизведем то, что мы сегодня делали на лекции, там, на еще более тупом примере. Все. Вопросы? Устали? Бывает. Хорошо. Значит, тогда в следующий раз, я надеюсь, у меня хватит времени на то, чтобы подготовиться к тестированию. Там есть один кусочек, который я не сделал. Я очень надеюсь на это. И всем спасибо, и до новых встреч. Ну да, да, да. Так иногда пишут, но вот сейчас уже так не пишут. Сейчас уже пишут, не используйте Симейк, используйте Мизон. А потом еще что-нибудь будут писать. Не используйте старое, используйте новое. Вот. Главный недостаток автотулсов в том, что он слишком подразумевает, чтобы быть ручками и залезать внутрь. Ну да. И один раз написал. Да, да, да. Симейк написал один раз, он не работает, и ты пошел пинать этого самого Лида, чтобы он тебе все поправил, потому что ты в этом не разбираешься и не собираешься разбираться. Вот. Да? А тут каждый, каждый себе, сам себе лид. Проблема в чем? Так было раньше вот в этом мире. Да, да, как-то так. Потому что если, вы же понимаете, к автотулсу можно точно так же относиться, как и к этому. Написал один раз вот все эти волшебные слова, коих там пять штук всего. Вот. Да, и вот он работает. Вот. Просто в него можно залезть, в него можно пальцами поковырять. Это очень меня лично... Но в Симейке можно включать его поковырять. Можно. Ну, вот там, да. Да, можно. В этом смысле, я говорю, в этом смысле как раз парочка Mison-Ninja хороша тем, что в Ninja-файле вас никто не заставит ковыряться. Это подразумевается, что это генератор. Он всего лишь... Это как бы скомпилированное содержимое Mison-Ninja. И это очень удобно. Вам не нужно вот в этих кишках ковыряться. Вам нужно точно на том языке декларативном, мизоновском, что-то такое вот правильно написать, а не неправильно. Это как бы несколько упрощает задачу вашу, как изучателя. Вы говорили, что у Ninja нет в Job Server? Да. То есть он делает Job Server для Индии? Нет, токс и мейк делают. А потому что в Mison пишут какие-то люди, которые ненавидят мейк и автотулз. Но Job Server это плохие миссии? Не становится, но вот они что-то выпендриваются. На самом деле нет. На самом деле с Job Server такая история. Вообще, Job Server для Ninja это косты. Ninja это статический интерпретатор этой сети. Да, то есть мы берем все файлы. Вот Арсений в прошлый раз говорил, что вот этот новый способ сборки хромиума, как он называется, хрома, раньше был один, теперь другой, но неважно. Мы берем все проекты, жуем их и делаем из них одну здоровую ниндзя-карту. И по ней фигачим. Зачем нам там Job Server? Job Server нужен, когда у нас независимые проекты, у каждого свой мейк запускается. А если это один большой ниндзя, он сам все разрулит как надо. И это эффективнее, понятное дело. Именно поэтому там и нету этого. Это нет такой необходимости. А Симейк, как универсальный, мега-универсальный, супер-мега-универсальный инструмент, да, он носит туда такие все гостели, которые только можно. Ладно, все, давайте на этом закончим.